привет да 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 мои адекватные ребята пожалуйста дайте сказать red faction 2 не играбельная и потребствую я знаю многие ждали ролик про эту игру еще со времен ролик ну там мясо все прикольно но я вообще не удивля не удивлюсь если она реально сейчас вообще не играбельно к по первой части я в обе игры играл в детстве но даже и памяти вторая часть не было ладно первая красная бригада вышла из-под пера валишину в 2001 году и это была хорошая нет замечательная достойная игра которая выделялась революционной технологии разрушения интересным сюжетом приятным геймплеем и мультиплеером в которой фанаты играют и по сей день разумеется продолжение не заставило себя долго ждать люди все гадали а про что же будет игра и насколько далеко технологии разрушаемости зайдут в этот раз вторая часть под названием красная бригада 2 вышла в 2002 году на ps2 а в 2003 году вышла уже на остальные платформы включая пк и игра оказалась сплошным разочарованием с мультиплеером где можно играть по сплитскрину на консолях и с ботами на пк слушайте я ведь даже лицуху купил свое время сама игра начинается с менюшки где мы можем лицезреть главного антагониста диктатора сопта который прямо с порога начинает нам задвигать так называемую базу было бы очень грустно если бы а чё не наоборот казалось что главный персонаж убогий додичи а сопот единственный интересный персонаж которого можно сопереживать не подведи элиас канцлер сопот получит то что канцлер сопот хочет ребята подлетают к некой базе где находится та самая легендарная нано ячейка с помощью которой тут люди творят чудеса научные солдаты не главные герои а потому их не жалко остаются в живых только наш герой и геймплей начинается что же давайте сразу решим для себя нормальное ли это продолжение или нет вот и все на этом принципе можно игру и закрывать ролик заканчивать но поскольку мы с вами те еще игровые терпилы играем и терпим игра все тот же шутер нос уже урезанной разрушаемостью разрушать можно только стены и все вещи которые нам разработчики решают разрушать например пятая точка игрока досады что он мистер рэд фэкшн получил bad company для нищих а копание тех самых тоннелей взрыв пакетами не может более быть и речи зато бичами ломается хоть от этого кайфуйте но да ладно про разрушаемость быть может хотя бы шутерная составляющая норм нет душ нет не особо хочется но я буду терпите пушкам определенно не хватает импакта обычные автоматы ощущаются как семечка я блять играл в рэд фэкшн 2 вообще не помню что то он так начнется приметы из которых мы стреляем по бегающим губочкам настоящее удовольствие ощущается лишь те моменты когда мы стреляем по врагам чем-то взрывчатым вот это кайф вообще блин еще одно нововведение которое активно продвигали разрабы это стрельба с двух рук обычная стрельба с одной руки из себя должна представлять я стреляю весело а вот с двух рук уже должен ощущаться как я стреляю весело он только умножить на 2 здесь это ощущается какой же кал но я хотя бы на рекламной интеграции баба золотая по факту ну кстати вот когда вышел red faction 3 уже третьего лица там разрушаемость была хорошая и играть в нее было интересно а red faction горилла или гуарила горилла хуй его знает короче как правильно она читается я начал играть но так и не прошел хотя мне лицензия даже есть наш герой ворует надо ячейку и убегает цветом человека у которого вот-вот не держание кала случится а сюжет тем временем а это я до ролика им двигается вперед собственно тут стоит пояснить за главную завязку игры сюжет более не происходит на марсе это не действо происходит на земле с опыт во время своего правления с помощью нанотехнологии создал особый специальный отряд супер солдат скоммуниздил на на ячейку и захватил на земле власть нам рассказывают какой наш супер отряд мощный и как ужасно что диктатор с опыт понял что они слишком опасны и решил опрокинуть их а вместо них наплодил армаду солдат чудовищ без мозгов но который зато не предадут и всегда будут говорить да на все твои гениальные политические инициативы предлагаю запретить игры с натуралами в главной роли еее какой умный наш правитель те такой маневр не выкупили и решили с опыту коленные чашечки выбить мы играем за элиаса человечка который является подровняком этого самого а четвертая называется армагеддон все я значит попутался о супер отряда а это элиас подрывник здорово поджигай сейчас наш отряд герои что ну это судя по всему откуда-то из не отсюда настя я бы не поняла да у меня не до него мне сразу в голове сложился образ какой-то вот этой вот мультяшной игрушки из варкрафт из начала нулевых варкрафт 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 свершает коллапс той самой легендарной красной бригады которая как казалось существует до сих пор или если быть точнее с алым движением дабы свершить великое и свернуть с опыта с олимпа в недра мордовь господи я думал он заржал и упал в общем герои решают наведаться в телебашню где находится с опыт и совершить тракт и бы это так по оппозиционерски подведет передачу из студии наверху мы убьем его и быстро уйдем а когда кстати локализаторы не смогли нормально озвучить игру потому как сцены звучат очень даже в духе низкобюджетных озвучек из 90 то есть они не сделали дубляж они поверх просто голос наложили когда выигрывал честное слово в оригинале главного героя его командира молова озвучивать джейсон стетхам и лэнс хенриксон собор из бродкастинг-то на студии начиная с этого уровня сюжет потихоньку расперживается до геймплей за компанию ибо руки нам попадает гранатомет который по факту является основным оружием честно сказать мне в моем утятском мозге они в детстве разрывались гораздо веселее не так убогов просто на кусочки мяса было как-то веселее если у вас есть патроны для этой пукалки то вы будете пользоваться ей постоянно ибо в течение игры остальная часть оружия очень сильно проигрывает гранатометов карты в дотку в кс-ку на интерес и в тюремные шахматы ну ладно давайте уже насладимся игрой . как эти самые о тут по-любому что-то есть благо я подрывник а за ручку подергать не пробовал ебаньку нам так неинтересно укидали две усишки ощущаются они неплохо быть может это лишь начало и сейчас пойдет реальный контент это не моя работа я не занимаюсь кровью и трупами отойдите от меня я ухожу я остынь урино-кукожный смотрите как я классно сказал как герой боевиков типному поняли да ну вот кстати заметили значок красный в углу в этой игре есть карма и от нее зависит концовка игры я вот прям специально буду убивать невиновных и делать то чтобы у меня не весело дабы игра мне показала мою честную концовку уверенно ждет веселый итог ну хоть посмотрю на сюжет играть я в это не стану говорит реально я помню что это веселая интересная игра с прикольным расчленением расчленистаном разрушения на безрыбье и рак рыба собственно в чем состоит весь наш синдром утенка о том что что раньше было лучше ну судя по всему насчет того что допустим игрушка это soldier of fortune кровавая мясницкая там кровь кишки и прочее мои мои мозги меня не наябывают потому что недавно в лг с кем-то это обсуждал и такой значит все-таки правильно помню хоть мало в нее играл а мало я в нее играл потому что по-моему да сто процентов я в нее немножко играл а потом у меня вылетал синий экран или вообще или игра вылетала а там можно было ножами кидаться тогда не вам в малом количестве игр можно было ножами кидаться вы можете быть сколько угодно крутым тестостероновым мачо но вам никогда не стать настолько же крутым как этот балбес сидячих на картах и шмаляющий с револьверов с двух рук родиться дочь назову в его честь день когда ты родился сами ли салардерона прошептали это имя балбес сидящий на картах и шмаляющий с револьверов с двух рук эй ты с пушкой убирайся и закрою эту чертову дверь а в честь этой андатры я бы даже геморрой не назвал кстати наши сопартицы нам по ходу игры помогают и это радует нет ощущения что я тот самый терпила который во дняру тянет всю команду да потом силавры себе всякие петучи присвоили единственная претензия это то как они называют нашего главного героя эй элиас прикрой я вот слышу это мне все больше хочется назвать его ильясом ильяс и вы тут вы подтвердите можете подтвердить чтобы по жизни так и выглядеть вокруг творится полнейший голливуд видно к чему разрабы стремились сделать максимальный блокбастер на уровне жесткого романса чё за х сейчас будет супер геройское приземление и чё-то встал поршня чугунная одна из главных тем сегодня героизм проявленный мной о независимый журналист висимый журналист расплескала синева чё а 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 г а вот а крик настоящего мужчины который мол не заживал то что зажевать не желательно вообще то об и Мне кажется, что где-нибудь в мире у меня есть подписчик, который идет каждый раз, когда у меня выходит новое видео, но идет не от радости, а от досады его ролик не про анимешную ДДСю, где в конце надо с богами драться. Это, конечно, хорошо, что выходит новая игра по Dark Pictures, но в хайп мы, как всегда, не попадем, потому что я уезжаю чуть через неделю. Да, и как-то они вроде припозднись обычно, они на Хэллоуин выпускали, нет? Перед Хэллоуином. Ну. Это песчинка, которую мы в последние годы традиционно играли на Хэллоуинд, в картинке. Так, ладно, шутки у меня не бесконечные. Допустим, в этот раз заорал Башмиль, если бы в России вели бы сухой закон, и он понял, что тебе сам вынужден стать релакантом, а теперь прикр... Ты что, сговори? О, нет. Да, против меня выставили отряды противников, которые слишком грунт... Я тебя частенько такие звуки слышала, пока ты с работы не уволился. Сейчас чуть реже, да? Сейчас реже, да. И звук смерти... И этот звук... Одинаковый! Нет! Да хватит! Солдаты кончаются, значит, против нас выступает самая крайняя мера. Босс-вертолёт, босс-вертолёт, надо убивать особой мощной ракетницы. Босс-вертолёт, босс-вертолёт, разрабов я трогал, писька и оброд. В принципе, всё стандартно, однако потом неожиданно игра превращается в Хаос оф Зедет, и мы сажаемся на своеобразные невидимые рельсы с пулемётиком. Я против такого типажа уровня ничего против не имею. Единственное, что меня смущает, так это то, что мы в одиночку чуть ли не полвоздушного флота выносим. Да и вообще в городе такую погрому страиваем, что у меня складывается ощущение, что нас за это в конце игры по голове не погладят. О нет, я уничтожил посетителей летней кафешки. Если за это спросят Гаги, то скажу, что тут была сходка фанатов магоцелителя. Миш, мак целитель, это очень тонкое чувство производителей. Эти кретины сразу со спавна выбегают под пули и мрут, как мы хотели посмотреть. Вероятно, не удивлюсь. Возможно, это такая тактика. Мужики, нам приказывают и источниться. Хотя у нас есть анимешная рулетка на бусте, в которую можно вкидывать Некоторые полукультурные анимемы мы уже смотрели Не-не-не-не-не, уважаемые граждане, разрушение гражданской инфраструктуры Это обязательный атрибут любого освободительного движения А сейчас вы можете наблюдать один из видов модифицированных солдат Сопта Да, это бракованные убогие зомбари, и именно Иви Сопот Соменил нашего героя и товарища И получается, эти зомбари это по сути тот самый парень, о котором не стоит волноваться Вертолет с безумным пилотом и нашим аэратом падает А мы оказываемся в канализациях, где по колено фекалиях сражаемся сопротив летающих круг арчомбусов И вроде чё-то типа ладно, но потом мы доходим до метро, где на нас нападают компы на АМД, которые прыгают нам на лицо и взрываются Делают они это настолько внезапно и бесячно, что каждый раз при их нападениях я вспоминаю комикс Уоглов Сопот говорит, отойдите и дайте другим зайти Эд, сейчас чё было? Вы все правила социальной нормы так озвучиваете? Сопот говорит, больше двух раз за день письку не дрюкай Сопот говорит Текст Аксимирона это претенциозный пердёж в мешок с мукой Про его, кстати, пока что интересного или забавного мало скажешь Тут нас заставляют взрывать мост, чтобы сопот подкрепления не получал Хотя стоит подметить, я в очень раз нехило так забалдел от приятного вида на завод из игры начала нулевых А потом нас посадили за башню танка и опять пустили кататься по рельсам и взрывать всякие штуки Профильно, конечно, но я от продолжения легендарной игры про шахтера-бунтовщиков с феноменами... Разрушать то, что они разрушили в прошлый раз, да? На самолёте, да Из вертолёта, да Да-да, именно, примерно так Что-то как-то печально, если честно Разрушаемостью ожидал что-то другое, а не какой-то азербайджанский хаос оф зе дэд Сопот в свою честь воздвиг нехилую статую, которая, кстати, по совместительству является заводом суперсолдат То есть можно сказать, что Сопот буквально из себя генетических уродов выдавливает потихоньку на танке, минуя гениальный манёвр от противника Двы чё, ебан, наши ребята добирают... Это чё было нахуй? Почему самолёт пролетел по пешеходному переходу? Ой, господи, по тоннелю, блядь Да ещё одной военной базы, где я наконец-то в полной мере почувствовал, насколько здесьшки дробашкал говна Два вида огня, тропь в лицо и огненная отрыжка, чувствуется отвратительно и стрелять из него совсем не хочется Я, кстати, чтоб вы знали, тот ещё ценитель качественных дробашей игровых Увы, но мои вкусы жирны, а потому я обожаю, когда дробаш представляет из себя овербафнутую дичь, которая заменяет всё остальное оружие в игре Тут же дробаш ощущается, как будто ты не стреляешь, а робота Чапи лицом в наковальню бьёшь Даже на вид выглядит так, как будто импакта у этого дробовика ноль Тот же пулемёт хотя бы отдалённо напоминает полноценное оружие, и то потому, что остальное оружие не дотянут Две УЗИшки, пулемёт и гранатомёт покажут единственное приемлемое вооружение, которым не стыдно пользоваться И то при желании импакта от оружия можно было бы дотянуть О, вы, вы, люди, успокойтесь Дайте мне убить противника, я не хочу по вам попасть Люди, люди, люди! ГОСТА Они с кайкьюшные бубизеврики. Так, а сейчас я вам дам лицезреть величайшее наеобманывало. Это Канжа. На схеме базы видно, что здесь повсюду подземные, то если не хочешь драться, одна из этих штук быстрее доставит себя в цель. Это враньё. Дальше нас ожидает множество противников, которые... Такое ощущение, что её нейросить озвучивало. Хотя это было, блин, когда... До эпохи нейроситей. Склавляет солдат в боевом робокостюме. Со слов Тянки я могу этой битвы избежать через канализационные пути, но это неправо. Просто у озвучки этих русов против ячеров больше экспрессии, чем у этой женщины. Канализационный проход буквально ведёт нас через дорогу. Однако, как мне кажется, разработчики реально планировали сделать проход через путь, ибо на арене с другой стороны находится люк, через который в теории мы и должны были выйти. Правда, и в этом случае мы его битвы не избежали, а просто начали бы её с ещё более невыгодной стороны и почувствовали бы себя обманутыми лохопедами, как те, которые в ОММ вкладывались и биомутанта покупали. Мы всех убиваем, и нам на помощь прибывает отряд товарищей, который не помогает. Лишь Бугай вместе с нами доходит до робокостюма, а наш же Рустам пускается в смертоносное турне по базе до ракетной шахты, где на данный момент и находится Сопот. Это конец игры, я надеюсь? Чё тебе так не кажется? К сожалению, нет. Божай Сопот! Бойся Сопота! Сопот твой хозяин! Ебать! Хуя мощно! Чапалах! Ладно, главный герой отводит диктатора в ракетную шахту и запускает ракету, от которой Сопот превращается в подгоревшую дрисню со специями. И по идее всё! Наши герои достигли своей цели! Добро победило зло, а вот хрен вам! Заправьте ваши ожидания в трусы и готовьтесь, ибо с этого момента начинается вторая половина игры, а если быть точнее, лютый скат контента среднего качества, самое днище дьявольскую Балгладешскую клаку! Бля, я играл в Доминейшн, я помню. Элиас, мой герой-подрывник! Ты вовремя! Я как раз собираюсь выступить с обращением к Андреану. После победы ребята собираются, и командир Волов заявляет, что все солдаты Сопота дали ему присягу, и теперь он главный канцлер, а все несогласные, включая ОЛО движение, и нашего главного героя, Артазяна, идут в сторону Писи и будут казнены через повешение за член. Мы доверяли им. Считали их героями. Но они застали нас врасплох. Открыли огонь. О да! Я же все видел! Ну вы как бы видите, с каким тяжелым материалом имеем сегодня дело. Но это еще не все. Внезапно появляется заботажница Танжир, берет всех врасплох и говорит... Я бы убила их всех, но тогда нас догонит армия Молова. Мы убегаем и начинаем войну, супротив всей армии Молова. И далеко отсюда бойцы движения попали в окружение. Помоги им. Мы рассчитываем на тебя. Конец связи. Один диктатор сверх другого диктатора. И благодаря тебе. Благобожено! Сначала отвернутые боги, теперь это. Когда я снова начну в хорошие игры играть. Я бы убил их всех, но тогда нас догонит армия Молова. Денис! Денис! Вот что было в головах сценаристов этой Дересни, когда они прописывали такие гениальные сюжетные повороты. Да на фоне этого криво-повествовательного позора сюжет Зума является гениальным творением на уровне преступления и наказания. А с тобой, что, болезнь Паркинсона? Господи, как же я... Спасибо за 8 месяцев. В городе начинается мяс. Супер-солдаты Молова убивают членов Алого Движения, а мы же двигаемся непонятно куда и непонятно зачем. Где-то стреляем, где-то взрываем. Всё это, кстати, игра обильно поливает противниками, которых внезапно стало в несколько раз больше. Нас буквально тушками закидывает. И типа, если бы мы устранили Молова, то солдат что? Стало бы ещё больше. Даму, вы головой думали или как обычно? В итоге, лидеры Алого Движения убивают, а мы же продолжаем наблюдать шоу Бенни Хилла. Граната! Часть. О, вижу, кстати, в меня. Следом, неожиданно игра решает, что ей не хватало боссфайп. Серьезно, блин, люди это озвучивали. Надеюсь, им хоть заплатили нормально. Сомневаюсь. Так вот уж. Видимо, как заплатили, так и озвучили. Это те года, когда игры ещё как бы только входили в обиход относительно. Особенно у нас в России. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сначала против нас выступает снайперша Том Больша. Я здесь, наверху, Элиас. Молись о быстрой смерти. Миленько, но вот беда. Хлипкая, по идее, снайперша оказывается лютой губкой, которая впитывает в себя чуть ли не весь наш боевой арсенал, включая лютый пулемёт, который на данном... Она хлипкая снайперша, конечно, для неё какие-то мускулы. И она очень заметная. Снайперы не должны быть заметными. Она хлипкая. Потому что, ну, человек не может столько выдерживать пуль. Типа, да, обычный человек. Он должен был умереть от пары выстрелов. Ну, хлипкий это и есть слабый. А он говорит, что она хлипкая на вид, но она не хлипкая на вид. Ну, в сравнении с мужиками она более хлипкая на вид, чем они. Ну, это гениально, будучи снайпершей, ходить с рыжей башкой. Не, ну, ладно, Лысина вообще может отблёскивать. Но суть в том, что, да, она даже не... Она должна была его убить, по идее, когда он просто появился, даже не обозначая себя. Супротив нынешних противников больше по эффективности напоминает автомат. Я думал, что сражаюсь супротив тянки, а не абсорбирующего чела из Халка. Бан тебе, чучело! А, ну, вон, у неё глаза светились, ещё что-то. Они, походу, не совсем настоящие люди. Ну, да. Ну, не совсем обычные люди. Надеюсь, это не за ложные. Снайпершу умирает об... Оставшись и обосравшись, а мы же оказываемся под лютым... Снайпершу умирает обосставшись и обосравшись, а мы же оказываемся под лютым снайперским огнём на берегу реки. Но важно не это, а то, что позже мы наблюдаем, как на горизонте неожиданно выкатывается ПНГшка с опыта, как бы напоминая нам, что если тебя свергли насильственным путём, то это означает, что вместо тебя придут ещё более злобные, страшные уроды, которые без того упоротый режим превратят в фекальный бурлеск с ММД-сингами. На подлодке мы проходим сквозь душнейший подводный сегмент, где уничтожаем армаду подводных лодок, мин, и оказываемся в секретной нанобазе по производству уберсольдатом, то бишь под статуей. И конкретно отсюда игра превращается из продолжения Красной Бригады в зомби-шутер. Врагу просто огромное полчища. Успевай перезаряжаться. В очередь, сукиные дети, в очередь! А ещё я убил местных работников, ибо ну какие они мирные. Они буквально солдат клепают, а потом ещё, небось, после работы подпевать друг друга жарят в Лиге Легенд. Следующим боссом оказывается бугай-гранатомётчик с пушкой в аншотище. Но благо я разумист, а потом подлавливаю его под мостом и опять же всаживаю патронов на целый склад. Я понимаю, что они убер-надо-солдаты, но границы безумного же должны соблюдаться. А, ну да, точно, говорили про... Очень интересно. Надеюсь, это не заложено. С него падает гранатомёт а-ля арпеджио, но ждёт он много, а потому используем сугубо против боссов. Кстати, следующим испытанием оказываются новые виды суперсолдат Молова. В них нет дефектов, предыдущих. По сравнению с ними вы устарели. Да, жесть какая. Ну я так и понял, убер-человеке Псорохину. Следующим боссом снова оказывается бугайок. Ибо он теперь у нас прокачанный берсерк, а потом он бегает, жрёт электричество, а потом скачет по трубам, как Супер Марио. Да, лёт, как я на толчке, после десяти упаковок чудо-молока. Он мрёт, в этот раз даже окончательно. А мы же бежим наверх статуи к Молову. И за это время случаются самые неожиданные сюжетные повороты. Нано-пилот опрокидывает Молова и переходит на нашу сторону, а саботаж баба ворует на ячейку и ходит перед Моловым крабиком, пока тот думает, мама, роди меня обратно. Прощай, Элиас. Тянка делает ход ослом, стана ячейкой и прыгает в море. А мы же сражаемся сопротив Молова. Мы уничтожим целое движение. Мы не потерпим предателей наших рядов. И он уже робот. Нам, конечно, помогает пилот-макер, но помощи от него, как от короба Альпингольда. Битва нудная и долгая. Возможность уворачиваться. Мало, ныгры тысячи декаде, я его уничтожаю, будучи человеком, а грани держу срыва. И тут я вас попрошу затаить дыхание, ибо за все наши деяния, а именно уничтожение невинных, взрывы в кафешках и прочей шалости, нас сейчас наградят концовкой. Плохой концовкой, по идее. Элиас был награжден за проявленную храбрость и в конце концов занял должность военного советника в новом правительстве Алого движения. Танжер выжила после падения и была спасена Элиасом и Шрайком. Она сделала карьеру в политике и стала первым демократически избранным канцлером Содружества. Шрайк нашел применение своим талантом пилота, став гражданским консультантом в реформированных военно-воздушных силах Содружества. Нормально. Меня даже не смущает, что вся концовка это довольная харе пилотмахера, а то, что мы, будучи редким, кровожадным кретином, смогли выйти на норму концовку тупо потому, что по ходу игры я выполнял доп. задания по типу уничтожь вышки, жахни турельку. Это, типа, ну, наверное, так в жизни происходит. Я хрен знаю. А, ведь да, концовки. В одной все хорошо, и мы герои, в другой все средне, и мы никто, а в другой главгероя казнят, тянка мрет, а пилота сбивают при контрабанде пиратских игр. Но, несмотря на то, что... Пока нет никаких отличий. Концовки разные, разные в них лишь аудиосоставляющие. Класс! Найс! Разрабы такие, буквально, буква Ю, наплевать! Еее! У-у-у-у! И это был Red Faction 2. Короче, игрокал потрачено времени, жаль, но... Но зато у людей больше не будет вопросов. А где ролик? По второй бригаде. Самое смешное, что игра настолько убога, что она даже разрабами чё-то типа не считается каноном. И та же самая Red Faction Gorilla со слов разрабов происходит спустя столько-то лет с первой части! Это буквально тот редкий случай, когда и разрабы, и аудитория абсолютно согласны с тем, что их игрокал, и на неё лучше бы забить, забыть, не вспоминать. И РВС по сей день ноют из Апостола 3. Ну, он хотя бы мемный был. А тут же срамный караул какой-то! Не знаю, я прошёл Апостол 3, и мне было по кайфу прикольно. Ну? Не было того эффекта, конечно, как от второго, когда я в него первый раз играл, но всё равно было прикольно. Косяков хватало, но хватало и всяких мемов, приколов. Чего стоит только та миссия, где надо защищать Увибола? Жесть! Да, уже снял. Апостол. Да. Да, сегодня всё. Я вот пойду прямо сейчас следующий ролик делать, а вот с вас за вот это страдание я попрошу, как обычно. Ладно, я не прошу подписку на Бустик, беспорядок, сейчас это спросить. Лайкосики мне хотя бы закиньте чутка. А к нам на Бустик можете подписаться. Анекдот там рофельный в комментах напишите. Можете даже по игре что-нибудь придумать. Типа там, находит Ильгис на ячейку, а она его как радует. А она ему чё? Как раз. А на сегодня всё. До скорых этих самых. Ну вы поняли. Спасибо за просмотр. Увидимся.